Особое мнение на 101FM Есть вариант активист Но это немножко разные вещи Активисты тоже разные И активисты с разной коннотацией Слово может звучать Но мы сегодня собираемся Для того, чтобы обсудить достаточно много вопросов Здесь у нас и родители Которые устроили пикеты за нехватки И мест в детских садах Вот только что они были у нас в дневном развороте И конечно же акции протеста Которые устраивают коммунисты И профсоюзы по пенсионной реформе Но особенно много На прошедшей неделе Было вопросов, которые касаются Непосредственно города И я бы начала с того мероприятия Которое прошло в пятницу Мы его активно анонсировали Это очередная встреча Которая была устроена с подачи Города и правительства И посвящена она урбанистике То есть градоустройству Как мы живем в конкретном городе Все аспекты жизни города В это слово урбанистика О чем раньше не задумывались Вообще да Хорошо, что ты так думаешь Спасибо тебе Итак, приезжал специалист из Санкт-Петербурга Юрий Перелыгин Он возглавляет один из проектировочных институтов Напоминаю, что этот институт занимается И тем, что делает генпланы Разрабатывает для регионов И для муниципалитетов Социально-экономическую политику Отрабатывает вместе с властями Делает и более такие локальные проекты Юрий Перелыгин приезжал к нам С такой, он говорит, это нехорошо называть лекцией Да, с беседой о том Как, собственно говоря, благоустроенная территория Влияет на экономику города И как можно устроить благоприятно Вот эту территорию Задействовав экономические рычаги Которые существуют в городе Но их не учитывают Их не использовали никогда Этот вопрос, мне кажется, тоже впервые поднимался В нашем городе И я бы хотела, чтобы ты поделился Впечатлениями со встречи Основные для себя Какие ты позиции выделил Что там прозвучало Может быть, со стороны Юрия Перелыгина сначала А потом обсудим Как дискуссия вообще сама шла О чем люди говорили Итак, что ты услышал Из вот этой лекции Которую нам Юрий Перелыгин предложил Из его презентации Он нам показывал различные кейсы разных городов Во-первых, я бы хотел отметить Мне нравится эта тенденция О том, что город стал привлекать Внешний взгляд, как я называю То есть внешних людей Не местных архиекторов и так далее А людей со стороны Которым глаз не замылен И не видят Те недостатки, которые в городе есть И на сегодня Я знаю, вот он же проходил по городу Варламов ходил по городу И они очень много замечаний сделали Тех, которые мы сами не замечаем уже Поэтому в этом польза и есть То, что он Ну, я бы не назвал это беседой Скорее всего, лекция была То, что он рассказал Конечно, это удивительно И для меня интересно то, что Эти города Красноярск, Искусск, Томск Что они взялись за это дело И стали это реализовывать Не побоялись А что конкретно Вот тебя впечатлило В этих проектах? Понимаете Мне кажется, что Там же речь идет о кварталах То есть обустроиваться квартал По идее, это как бы Если смотреть в перспективу То обустройство какого-то квартала Допустим, в Кирове Если это сделать Это даст Как бы Сарт для того Чтобы такие кварталы Появлялись и дальше И в городе размножалось В результате весь город Станет таким Эффективным Интересным кварталом То есть речь шла О том, что не точечно Как у нас ямочный ремонт происходит Так во всем происходит А берется целый квартал Большой в городе И полностью переустраивается Мы вот с ребятами Как-то встречались Я им высказал такую идею Это еще до него было Идея заключалась в чем Вот я образно так скажу Вот выделили деньги Допустим, на Скирове На ремонт бордюров Эну сумму Допустим, 5 миллионов выделили В результате На Филейке сделали бордюрчик На Витеке сделали На Сельмаши сделали Там сделали Сям сделали Все размазано О чем Перельман и говорил И эффекта-то не видно Перелыгин О, Перелыгин, извиняюсь И эффекта-то не видно И вот как раз мысль-то Я и высказывал о том А чтобы городу не взять 2-3 квартала И их сделать образцово Показательно Как надо делать И как можно сделать Тогда эффект люди увидят Они придут и скажут Ребят, так можно И тогда живущие В другом квартале Будут требовать от города Скажут, так вы нам Такое же сделаете Вот эффект какой Может быть интересный Ну то есть Юрий Перелыгин Рассказывал о том Что берется квартал И полностью перерабатывает Все коммуникации Перенаделяется земля Решаются вопросы О частных домах Помните он говорил Что то, что есть Много частных владений А не вся муниципальная Муниципальная земля Не является препятствием Для того, чтобы Перестраивать по новому Значит они нашли варианты Как по закону Это можно сделать Все официально И безо всяких хлопот И было бы желание Было бы желание И там был такой акцент Еще сделан Юрием Александровичем Он сказал, что Ничего не получится Если глава региона И глава города Это не понимают И не принимают Совместные решения И бизнес И бизнес Совершенно верно А если они все вместе То все получится О чем кстати японец говорил Ивау Ахаси Да, Ахаси Он то же самое говорил У них в Японии То же самое делается Когда находят власть И выше И пониже И еще ниже власть И бизнес Находят общий язык Садятся и делают И все получается И при этом Приводились цифры Юрием Александровичем Перелыгиным Он говорил Что эффект Произведенный Там очень громадный конечно Громадный То есть на те вложения Которые бюджет вкладывает В разы больше вкладываются Инвестиции частных А потом получается Мощный экономический эффект Все верно Я вам скажу Вот когда Это мероприятие закончилось У меня интересная мысль возникла Может я не прав Может меня поправите Почему Эти вопросы Не поднимались Еще бытность белых Не поднимались раньше А где наше архитектурное сообщество В Кирове Почему они эти вопросы Не поднимали Ведь у Перелыгина Это делается Уже с десяток лет То есть опыт есть В стране Но однако Все молчали И никто ничего не делал Не шевели И вот только сейчас Что-то началось Что-то началось У нас пока В виде таких бесед А как вы думаете Вот эти механизмы Воспримут С одной стороны И архитекторы С другой стороны Бизнесмены А с третьей стороны Те чиновники Которые собственно говоря В этом участвуют Ну мне кажется Ну так может грубо я скажу Ну типа саботажа будет То есть не на ура Не прямо сейчас возьмутся За подобные проекты Нет Я уж не говорю Об общественности Которые вот Суды сейчас по фейсбуку Они все говорят Ну что поговорили Поболтали Разошлись И все Ну это классика такая То есть Я прямо называю Это люди хотят Роззатнуть всем Что все молчали И все Так что А это нормально Что вот так воспринимают Сразу Потому что там же На беседе Звучали со стороны Общественников Да И со стороны Достаточно известных И видных деятелей Общественных Звучали претензии К власти больше Чем какие-то там Вопросы и предложения Недоверие есть И причем очень громадное Но Это накопившийся Какой-то эффект Люди не верят Ни во что уже Что это такое Вы знаете Я немножко начинаю Понимать это В чуть другом ключе Люди хотят Условно говоря Вот в пятницу Встретились Поговорили В понедельник Вышли Уже все сделано Примерно вот этого хотят А этого нет Это пол для того Чтобы Очернить Покритиковать Пошуметь А власть ничего не делает Хотя во вторник Уже все забыли Про это Ну написали Ну написали Активно об этом написали Это есть И причем Очень много Недоверие Кромадное Сейчас проверемся На полминуты И все-таки Еще пара вопросов Здесь будет В частности Что там же Такое представительное На самом деле Сообщество властей Было Там был губернатор Там была Елена Васильевна Ковалева Мэр города Там был глава администрации Шульгин Министры Главы теруправления На лица Их смотрели На высказывания Слышали Какое впечатление Сложилось После короткого Перерыва Расскажете Особое мнение На 101FM Продолжаем разговор Это программа Особое мнение Своё особое мнение Сегодня высказывает Николай Пихтин А мы обсуждаем Встречу Которая прошла В пятницу По итогам Прогулки И дискуссии Состоявшиеся В космическом центре Об экономическом развитии Территории Как благоустройство Территории Влияет на экономику И можно ли С маленьким бюджетом Вообще преобразовывать Действительно Глобально И серьёзно Территории Вот Что касается Реакции общественности Которую сейчас Уже можно считать С интернета Всё ясно Николай А что касается Реакции властей Которые там присутствовали А я напоминаю Что Перелогин сказал Что только при Стратегическом решении Да Обоюдном Региональных властей В лице губернатора И городских властей В лице глав города Могут возникнуть Серьёзные проекты Которые будут Полностью соответствовать Современно Всё верно Как принято говорить Нужна политическая воля А вот как они А как вот они реагировали Там сидел Васильев Ковалёва Шульгин Там был министр ЖКХ Оретькин Реагировали по-всякому Кто-то Покачивал головой В знак одобрения Что да Надо делать А кто-то С непониманием А кто-то Просто пришёл Послушать К сожалению Такие были Я заметил Во всяком случае Ожидаете ли вы Что подобные встречи Всё-таки Могут каким-то образом Повлиять на ситуацию В Кирове И с точки зрения Принятия общественностью Горожанами Нового взгляда На устройство города И с точки зрения Бизнеса Который поверит Наконец Что не всё куплено И продано И можно в этом Участвовать С экономическим эффектом Для своего бизнеса И с точки зрения Властей им же Работать придётся По-другому Светлана Вот следующим этапом Ну может быть Ещё там Одна-две встречи Вот подобные Пройдут Но следующим этапом Должна быть Полностью прозрачная работа В виде рабочих совещаний Заседаний И выработки Конкретных вещей Которые должны Публично оглашаться Что там было И как там было И тогда народ Потихоньку начнёт верить Что да действительно Вот поговорили Вот решение Вот делается Пусть помаленьку Но вот делается Мы тут вспомним Конечно историю с Москвой Очень показательную С Собяниным Его все эти годы Критиковали Как только можно Сами же горожане Обсуждались и деньги И работы И тоже очень много Неверия было А сейчас Мы видим ситуацию И с точки зрения Москвича меняются Серьёзно Абсолютно Причём очень здорово Меняются Но без мощной критики Не обходилось Я через две Может соберусь В Москву Специально хочу Поездить Походить Потом встретимся Вы нам расскажете О своих впечатлениях Даже судя по фотографиям Которые сейчас есть Но небо и земля То что было сделано Что касается Самих вот подобных встреч И самих вот Городских лекций О которых мы говорим И об предстоящем Урбанистическом форуме Делать такое нужно? Обязательно Вы не поверите Но лет пять Наверное назад Было Круглый стол Общественная палата И я как раз Выступал И говорил Что вот нужно Такой научно-прочистский Конференции Или ещё что-то По урбанистике По организации города И вот Свершилось Конец Дождались Да Скоро будет Да Вот в интервью Нашей радиостанции Юрий Перелыгин Ответил на мой вопрос По поводу того Как он видит Судьбу центрального рынка У нас ещё такая новость Не вышла Но все кто слушал нас Они уже знают Я у него спросила Что вы там видите Что там Может ли там быть Жилая застройка Должен ли там остаться рынок Он сказал Что Вы не слышали его? Нет? Нет Он говорил Что должен остаться Центральный рынок Жилой застройки Быть там не должно И что это может быть Нет Вот ребята Которые приезжали До этого Было там Там же проводил Они тоже самое говорили Что центральный рынок Очень интересное место И он оживлять И он должен доход приносить Как место А не как рынок Чем больше таких Будет слов сказано Тем может быть Скорее власти А с другой стороны Ведь до сих пор Существуют проекты Жилой застройки Территории Центрального рынка И они даже выносились С моей точки зрения Категорически рубить Ну не надо Не должно быть там Жилой застройки У нас достаточно места За городом Еще где-то Кстати еще одно место забыли Это соборная площадь Стадиона Динамо Которая простаивает И вот Если ее Сделать активной То это будет В комплекс целый И сад Александровский И набережная И целый комплекс Получится То есть Людям будет куда выйти Кстати сейчас претензии Передивляют по набережной Вполне обоснованной Вот я пришел на набережную 15 минут прошелся И все Мне больше делать нечем А когда комплекс будет Уже совсем другое дело Набережная деньги не привлекает Деньги не привлекает Никак Вернемся к Шульгину Он заявляет Что в ближайшие 5 лет К юбилею города У нас появится Современная коммуникация Ливневка Теплотрассы под землей И туда же провода Электрические Когда вы слышите Вернемся к юбилею Это воздушность Прозрачность Но услышать то мы услышали А насколько у вас вызывают доверие Такие заявления Сети менеджера Это уже ваш кредит доверия Ему непосредственно У меня кредит доверия К нему на сегодня есть Но я повторюсь Скажу что Если сейчас пойдут Рабочие совещания Конкретные И публичные И будут какие-то уже Конкретные документы Тогда Будет еще больше доверия Ну и вот здесь Такое обращение Которое наверное Вы помните Я сделала Прямо во время Вот этой дискуссии И к вам тоже И к властям Очевидно было Что все таки Вот этот накопившийся негатив Который даже Самые передовые Представители общества Высказывают Требует какого-то выхода Конечно И вот этого Дискуссионного клуба Который был Когда-то под вашим Предводительством Где можно было Где сначала Выпускали пар Активно И даже агрессивно Когда-то А потом приходили И в этом паре проходили Изюминки Очень интересные Предложения Какие-то У нас предложение К вам Николай Верните Дискуссионный клуб Мне кажется Что власти Вот сейчас Спустя уже Пару лет С тех пор Как приходят Новые команды Они готовы К тому Чтобы выслушивать И даже Неконструктивную критику И на нее отвечать Я вам скажу Значит Я переговорил С союзом журналистов Кировской области Они хотят взять Сейчас им предложил Этот клуб взять И дальше Чтобы он жил Они согласились И я чувствую Что где-то вот скоро От них пойдет уже Они сами будут проводить Организовывать И так далее Николай Пихтин Делегировал Делегировал Эту историю Про дискуссионный клуб Новая ступень Если он возвратится Это будет очень хорошо Конечно На те площадки Потому что Хотелось бы Чтобы дискутировали Не только на общественных слушаниях И пар пусть выпускают Да И может быть Чтобы на общественных слушаниях Уже конструктивные вещи звучали А не только там Да Нет Вы знаете Вот сейчас Я вспомню Некоторые заседания В вечернем Там были ситуации Очень интересные Человек приходил Гражданин какой-то Начинал выпускать пар Там вот А допустим Спикером был чиновник Он ему сразу раз С цифрами И этот человек сидел И все У него пар закончился Оказывается Это человек Просто который Возмущался Он был не в курсе Прозрачности не хватает Николай Пехтин Это его особое мнение Вы сейчас слушаете Но вот Еще о городских вещах На прошлой неделе Буквально Сотрудники компании Т-Плюс Сообщили И опубликовали Фотографии Истории Которая Случилась Там на улице Луганской Где находится Офис Т-Плюс Пару лет назад Когда только начинался Проект 30 скверов Компания Т-Плюс Одной из первых Провела конкурс Организовала всех сотрудников И они вышли активно И газон Который прилегал И неблагоустроен Был к своей территории Полностью благоустроили Засадили кустарником А на прошлой неделе Пришли сотрудники Соответствующей Муниципальной службы И просто все уничтожили Хотя это было огорожено Это было даже огорожено Нет В этой истории Конечно Она печальная история Но мне интересно Стало то Что Нашли они в себе силу Чиновники Признаться Что да Они допустили ошибку И я так понял Они будут восстанавливать Обратно высадить Какие-то кусты И так далее Это кстати большое Вот это я упустила Это где такое было сказано Было я читал То есть уже отреагировали Да Отреагировали Что извинились Что да Извините Вот так получилось И мы обязуемся Значит Восстановить Ну Может не эти кусты Но что Значит Вот это интересно Как работают Сейчас соцсети Ведь это же в соцсетях Появился такой пост Олег Прохоренко Его опубликовал Читают соцсети Читают соцсети И интересно Что подхватывают СМИ Такую историю Стараются Стимулировать Значит Исправят Говорят Городские власти Для меня это радостно Это большое дело Кстати Не каждый может Признать свою ошибку Да Напомним Что все-таки Этот проект Начинался Как проект Абсолютно На общественных началах И компании Ты плюс Как и другие компании Свои собственные деньги Туда вкладывают Как потом с бизнесом Работать Я вам могу момент Интересно рассказать Рядом у меня с офисом Там ежегодно Скапывали Ну небольшую такую ямку Каждый год Там что-то трубу прорывало Нынче они решили Видать Скапать больше И выкапали метров Наверное 20 И поменяли трубы И то все Там поставили ограждение Ограждение упало А там ходят слепые Я Прохоренко написал Слушай Вот так и так Слепые же Упасть могут Олег Прохоренко Возглавляет пресс-службу Компании Ты плюс Сейчас Да Он значит Вроде мы сейчас Все сделаем День проходит Ничего там не сделали На следующий день Я опять ему фотографии Видео снял Все переслал Потом пришли Поставили все Но дальше что произошло Интересно Они сняли весь этот асфальт Завалили щебнем Сняли весь асфальт Положили совершенно новый асфальт Выровняли все бордюры А газон Где рядом громадный газон Где они машинами съездили Они пришли Все выровняли Засеяли травочку И сейчас там зеленая поляточка Красивая Что происходит у нас в Компании Все таки Все таки общественное мнение Начинает приобретать какой-то вес Да Николай Я о чем и говорю Конечно И вот кстати Когда мы без агрессии Да Вот хорошая кстати подводка Не было запланировано Но имеет смысл обсудить Потому что ведь на этой уже неделе Будет в ближайшее буквально время Оглашен список третий По общественной палате Кировской области Два первых списка От губернатора От ОЗС оглашены Сейчас третий И по первым двум спискам Довольно большая конкуренция была Как мы знаем По третьему списку Ничего сказать не могу Не знаю Правда Но учитывая то О чем мы сейчас с вами говорим О том что К общественному мнению Стали прислушиваться И быстрее Оперативнее реагировать Как вы думаете Новый состав Общественной палаты Каким бы он ни был Сможет работать эффективнее На что ему обратить внимание Вы ведь Очень часто бываете На заседаниях Открытой общественной палаты По общественной палате Вопросов много на самом деле Давайте Выкладывайте Во первых Вот о чем вы сказали Вот это оперативное реагирование Вот оно Ну с уверением Мне объясняли Что вот Регламент такой И так далее И так далее Не оперативно реагировало Общественная палата Оперативная реакция Ну возьмите пенсионную реформу До сих пор Палата не среагировала Никак Нет У палаты было два Я был Я был на одном И они свои Все что там обсуждалось Опубликовали То есть вот этого Быстрого реагирования Но не вышли на улицы Как пенсионеры Как профсоюзы Общественной палаты Члены общественной палаты Должны были поработать В этом смысле Недостаточно Вы считаете Отреагировали Дальше Значит Я считаю Ну может кто-то на меня обидится Но я считаю Неправильно Когда люди По несколько созывов Сидят в палате Я считаю Вообще Должна быть Сменяем Кстати Я почему Через срок и ушел Как бы на себе пример Показал Что срок И достаточно Пусть другие идут Особенно молодых Надо побольше Пусть идут Они энергичные Боевые Пусть идут Делают Ну и самое главное Конечно Недостаток В общественной палате Но не недостаток А есть непонимание У людей Да порой У самих членов палаты А для чего палата Многие не понимают Что все же Это институт Это не орган Многие считают Что это орган Которому пришел Пожаловался И они побежали И начали делать Это совершенно не так Не для этого Палата создавалась Особенно непонятно Для чего была палата Законодательная инициатива Пока что Инициатив Можно прекрасно было С депутатами работать Инициатив А вот интересно Может быть как раз то Что никакие не рождаются Законодательные инициативы В недрах палаты О чем это нам говорит О том что может быть Недостаточно в этом смысле Компетентные люди Ну во первых Сам процесс подготовки Или даже генерации Закона Это очень сложная штука Или они получили Это право А сами непон Или зачем Скорее всего Так и есть Скорее всего Так и есть Я вообще Не вижу смысла Зачем это Законодательная инициатива Я вообще не вижу смысла А вот этот Вы говорите Что один срок И достаточно Но мы видим Кстати говоря Что есть люди Которые циркулируют Сначала в Гордуме Потом в УЗС Потом еще раз в УЗС Потом в общественной палате И так вот этот вот Такой цикл продолжается С одной стороны Вроде у человека Есть компетенции Раз он прошел Такой длинный путь А с другой стороны Есть ваша реакция Что посидел срок Уступи место другому Посидел срок Люди для чего идут Отслужил Отчасти Отчасти Естественно И все Статусность Вот здесь прервемся На полторы минуты Статусность обсудим Да действительно Это программа Особое мнение У микрофона работает Светлана Занько Особое мнение Сегодня высказывает Общественный деятель Николай Пихтин Итак Мы обсуждаем Предстоящее Окончательное формирование Списков В общественную палату Потом к плавно Гордуме перейдем До эфира Вы Николай сказали Что Я вас спросила Зачем люди Которые вот Отслужили в Гордуме В УЗС Не по одному сроку Бывает третий Четвертый Еще потом Потом еще Когда уже все Вроде бы закончено Идут в общественную палату Хорошо это или плохо С одной стороны У человека есть компетенции Вроде бы он прошел Длинный путь С другой стороны Вот вы говорите Надо молодым дорогу давать Пусть активно живет Вот что здесь Должно перевешивать Вот когда был форум Что не так Я об этом же и говорил Как раз Честно говоря Я тогда и понял Задачу форума Что вот такие вопросы И обговорить Но там пошло Немножко в другом русле Это придает Определенную статусность Для человека То есть он уже Вхож в какие-то кабинеты Так Где-то узнаваем Что ли То ли люди не хотят С этим расставаться То ли что Дальше Я опять же Не в обиду Кому-то Но среди Руководителей Предприятий Учреждений Очень хорошие люди Все Но они не общественники То есть вам непонятно Зачем они в общественной палате Мне непонятно Зачем они Мне непонятно Это честно говоря Из кого должна состоять На ваш взгляд Общественная палата Из активистов В первую очередь Даже Вот мы с вами Вначале говорили Активисты и общественники Надо из активистов Те которые реально Что-то делают Выходят Работают Еще про статусность Продвигают И про выборы И про реальную работу Конечно Самым ярким персонажем Который идет Сейчас в Гордуму У нас до выборов В Гордуму 9 сентября 9 же сентября В воскресенье Наверное Является Сын Олега Дыриановича Валенчука Депутата Государственной Думы От Кировской области Он идет В Городскую Думу Сейчас Он как-то Его никто и не знал Что есть у Валенчука Сын А тут Он появился И появился очень ярко Он появился На Гренландии На которой Как говорят Организаторы 200 тысяч Собралось Ну это Спорная Цифра Да И это Активно обсуждалось Как вы Вот эту Всю ситуацию Оцениваете Видели Молодого человека Я видел Во первых Он И до сих пор Его никто и не знает Кто он такой Откуда он Что он из себя представляет Здесь наверное Уже Скорее всего Избиратели Пусть на своем участке Сами решают Они-то решат Я вас спрашиваю Ваше особое мнение Что происходит Мое особое мнение Такое Что Надо Выборы Никто никогда Особого внимания Не обращал Кого там добирают Кстати это очень интересный Был ход Для того чтобы Кого-то протолкнуть Своего Они как бы Втихаря проходили В результате приходят Там 10 человек Проголонов Почему был Может и остался Нет Похоже и осталось Так Да и он сейчас Под шумом Как бы И пройдет Но вдруг Раз и всплыло Это все Честно говоря Здесь компромисс Такой интересный Что его никто не знает И он как бы Может к Думу попасть А с другой стороны За его спинами Спиной Отец стоит Который может Его профинансировать И административный ресурс Где-то включить И еще что-то Олег Дорианович Уже 11 лет в Госдуме 11 лет Да Засиделся Ну не знаю Вот он же По садоводам работает Ну садоводом Можно работать И без Госдум Честно говоря У меня позиция По срокам Такая же Как и По общественному Плате То есть вы думаете Что папа двигает сына Конечно Безусловно Я не исключаю Что в дальнейшем У него планы строят Что он в Госдуму Сына будет Ну так к сожалению Сложно оценить На самом деле Зачем Павел идет В Гордуму И надо ли ему самому И насколько Он может принести Пользу городу Потому что Его никто Собственно говоря Не знает Но не проявил себя Не заявил себя Никак Зато он был На Гренландии На сцене С Розенбаумом И пел песню Это папина работа Я видел Как вы отреагировали На это Нейтрально Вообще Никаких эмоций Ролик был очень эмоциональный Нет Просто понятно было К чему Что Зачем Гренландию По разному Сейчас оценивают Но действительно Народу стало ездить Больше И если Вот мы сейчас обсуждали В перерыве Некоторых раньше От Гренландии Не могу сказать Что Как Отвращало Что было очень много Пьянства Прямо скажем Теперь его нет Но я слышала И читала И слышала От тех кто был Обсуждает политизированность Большую Гренландию Да Ну честно говоря Политизированность есть Но она ведь Небольшую Толику Во всей программе Она небольшую Толику В принципе Занимает Ну это такой инструмент Вот сейчас смотрите Павел Валенчук Вышел через Гренландию Вот Широкую сцену Да Это Свои полицейские интересы Олег Дарьянович Тут Проталкивает Одобряете или нет Нет Не одобряю Не одобряю Голосовать за него не будете Нет А я Я не знаю даже Я не знаю даже где А вы знаете Кто идет От вашего округа А у нас По-моему нет В нашем округе нет До выбора Во всяком случае Я не видел никаких Объявлений Но со списками Ты познакомились Нет Я не знаком А почему вам так Безразлично Кто идет в Гордуму В депутаты Какая разница По какому Нет Мне не безразлично Когда официальные выборы В Гордуму Там Я Высказываю А сейчас официальные А сейчас до выборов Там немало людей Претендует Там еще по противным спискам Кто-то идет И так далее Там мутное Это дело Неинтересно Неинтересно Совсем А как вам нравится Гордума работает уже Смотрите сколько Два года Гордума прозрачности Не хватает Вот то что сессии Проходят Там еще приходят Журналисты Общественники Приходят Смотрят А то что на комитетах Комиссия происходит Это же никто не видит А там ведь Основное Это все решается Зато у нас очень активная Глава города Елена Васильевна Она да Ее можно оценить как-то Она молодец Почему молодец Давно у нас таких не было Что нравится Открытая Открытость мне нравится Потом она значит Не боится сама Съездить в любой уголок города Посмотреть Лично проверить Походить Доверие у вас вызывает Конечно Это всегда доверие вызывает Кстати чем Лужков в Москве Отличался И Собянин сейчас Он же в любую точку Москвы Любое время может приехать Никого не спрашивая Без всяких свит Это очень ценно На самом деле Для горожан У вас были уже встречи С Еленой Васильевной? На коротке На коротке Были У меня там одна беда Своядок С тротуаром Частная Нет Нет А какая? Тротуар На Пугачева Четыре года мне обещают Вот на будущий год Пообещали сделать Пробили? Она пообещала Да Угу У вас же еще есть Общественное голосование По тротуарам Я голосовал Я делал Все делал Я ей письма писал Фотографии И депутатам Всем писал Но вы с ней как встретились? Ни один депутат Не ответил А кто у вас депутат? Ой, я не помню даже Садокова Лучше сразу К голове города Обратиться Ну то есть Она достаточно доступна Оказалась Для просьб Встречи И прочее В фейсбуке Отвечает Она в соцсетях Отвечает В фейсбуке Поэтому когда ставишь хэштег Елена Ковалева Отвечаю То обычно реагирует На то, что ты пишешь Честно скажу Я этим пользуюсь А вы этим пользуетесь Либо она Либо ее аппарат Работает все-таки Проверяет эти истории Вы знаете Что правительство Российской Федерации Заказало программу Компания Медиалогия Которая делает Рейтинги В том числе И по СМИ Очень большие Эта программа Уже сделана Она будет запущена Во всех регионах И эта программа Будет сканировать Все соцсети Включая фейсбук На предмет критики И каких-то Негативных ситуаций При этом Будет требоваться От властей Региональных Муниципальных Мгновенная В течение суток Реакция На это сообщение При том, что сообщение Не будет поступать В сторону администрации А просто люди обсуждают А администрация президента Будет следить за тем Чтобы реакция Последовала от властей Как вы считаете Это инструмент Для того Чтобы народ усмирить Как-то Либо это действительно Инструмент Который должен Стимулировать Чиновников работать Мне кажется Инструмент Все же Властью задуман Как Чтобы стимулировать Чиновников работать Здесь я не вижу Чтобы народ усмирить А в чем Наоборот Народ еще активизируется Когда увидят Первый случай Что у него В подъезде Заменили лампочку Чиновники прибежали Массово пойдет Это бедные чиновники Мне их жалко Честно говоря Так То есть Верите Верите Что это будет работать И вы не против Что ваши соцсети Будут на этот предмет Сканироваться Какими-то там программами Нет Я на это Честно говоря Я тоже обращаю внимание На это не буду У нас же был случай Мы снимали По этому же тротуару С тележенщиками Пришли Снимаем тротуар Подходит женщина Узнала Значит Ведущего Не буду говорить Кто И говорит Слушай Так у нас тоже Там бежит Он женщина А вы куда-нибудь Обращались И она ушла Вторая подходит Точно такая же ситуация То есть Все хотят Чтобы кто-то за них Пошел И что-то сделал А сами Палец Палец не ударят Так что В соцсетях Бум будет Будет бум Таких Как только люди Поймут Что это такое Да Осталось у нас Буквально Три минуты Ну уж раз мы упомянули Пенсионную реформу То наверное И вы сказали Николай Что плохо отработала Общественная палата По поводу пенсионной реформы Но зато смотрите Как работают коммунисты И профсоюзы Они выходят на митинги Чего давно не было Я был на этих митингах Честно говоря Жалкое зрелище 200-300 человек приходят Ну это смешно Те которые постоянно ходят На любой митинг Им без разницы Или мне же на митинг сходить Ну это смешно Я вам скажу больше Я из фейсбука Из сетей Предлашал ребят Приходите Которые возмущаются Ни один не пришел Ни один Скоро митинги Перейдут в соцсети Вероятно И честно говоря Я ожидал Может наивно Это выглядело Но я ожидал Думал что и партии И профсоюз Вместе объединяться Единым фронтом Как бы это касаться Это всех Но каждая партия На себя тянет Каждая себя продвигает И все И честно говоря Вот уже Прозвучало даже От ярых Сторонников Что ребят Вы если на митинг Выходите В первую очередь Лучше говорите О том Чтобы пенсию Повысили Возраст Неизбежно повысит Ну некуда деваться Все равно повысит И кстати Помните На общественной палате Я и другое предложение Это мое Предложение Записали Повторите Чтобы с 19-го года Уже кто вновь Начинает работать У тех уже считался Новый возраст И никаких ступенек Не надо Ничего Сразу резко Без ступенек Повысить и все Ну почему Вот новый человек В 19-м году Приступает в работу Вновь получает Трудовую книжку Все у него Новый возраст Он знает Он же жизнь свою Планирует Он же знает А сейчас когда 45-летник 50-летним Вдруг ломают Судьбу всю Они спланировали Свою жизнь То есть не трогать Тех кто уже подходит А начать с тех Кто только вступает На трудовой Я утверждать не буду Но по-моему В Америке так сделали И прошло спокойно И гладко И без конфликта Безо всяких А вот что касается Остается у нас Одна минута Что касается Социальной жизни Пенсионеров Вот Когда на Москву Смотришь На центральный канал Ты не можешь Не обратить внимания Как там Собянин Все для них устроил Они тут электрички Сделали бесплатными Для москвичей И жителей Подмосковья Они социальные центры Открыли с бесплатными Занятиями Чем только возможно Но пока я не слышала Что где-то еще Такая практика Ну вы знаете Мне кажется Это вот Возвращаясь к первому вопросу Вот это там Должно будет закладываться Все Вот когда город Будет преобразовываться Вот это все делается Вот там это все должно закладываться Инфраструктура для пенсионеров В том числе Но кстати У нас ведь есть Это же центр работы В бывшей октябре И так далее Это частная инициатива Но тем не менее Негосударственная Негосударственная Ну мне кажется Вот А вот Смотрите У нас выросло предложение Из нашей сегодняшней программы От Николая Пихтина Городским властям Видимо Городским Не знаю Может и областным Когда город перестраивать будете Перекапывать За 5 лет весь Сделайте инфраструктуру Для пенсионеров Конечно Вот это да Об этом обязательно подумай Сейчас надо Двигайте Николай Эту тему Хорошо Мы вас поддержим Хорошо Спасибо Николай Пихтина Общественный деятель Это его особое мнение Было сегодня в эфире Всем хорошего Понедельника И отличной недели Вам спасибо Особое мнение На 101FM